По сути, Приватбанк не является должной стороной в ходе судебных разбирательств. А с компанией Фенелон что сейчас происходит? Она живет, действует, чем вообще занимается, кроме того, что учредители? Сколько человек там было, как это известно что-то? Ну, это компания, которую, по сути, можно назвать рога и копыта. То есть это аффилированная компания, в которой есть директор, есть несколько сотрудников, и опять-таки, по информации того же господина Шлопака, сейчас на счетах этой компании находится аж 62 миллиона гривен. Да, то есть куда делись остальные деньги, да, хороший вопрос, да. Мы отправляли... Зарегистрировано в Украине. Да, да, это действующий юридический субъект, у них даже есть сайт, на котором размещены их контакты, расположены они в том же здании, в котором расположен офис Приватбанка в городе Днепропетровске. Мы неоднократно отправляли им как адвокатские запросы, как информационные запросы, с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но эти письма до них не доходят. Они просто их не забирают. То есть это мы уже выяснили в дальнейшем. Чем это может грозить крымским вкладчикам? С одной стороны, согласно нормам законодательства, передача долга без извещения об этом самого кредитора, то есть в данной ситуации крымских вкладчиков, является юридически ничтожной. Но давайте возьмем во внимание, что на самом-то деле у Приватбанка нет никаких законных оснований не отдавать своим крымским вкладчикам их деньги. Передача без информирования об этом крымских вкладчиков обязательств банка на компанию «Фенелон» по сути является ничтожной. Но мы прекрасно знаем, что для того, чтобы получить деньги от Приватбанка, крымские вкладчики были вынуждены подавать иски в суд и судиться 2-2,5 года до стадии исполнительного производства, которое блокируется. То есть то же самое может произойти и с компанией «Фенелон». Оснований для того, чтобы у Приватбанка не было других, новые варианты невыполнения, аргументация своих обязательств. Вот она, она изложена. Если правительство не даст банку эти 14 миллиардов, а я не уверен, что они дадут эти деньги на расчет с крымскими вкладчиками, то у Приватбанка будет замечательная правовая позиция. Ну, конечно, она будет очень хромать, но это не остановит их в том, что они будут так же, как и последние 3 года, обжаловать в судах всех уровней все, что касается признания данного договора переуступки долга недействительным. Вы занимаетесь непосредственно этим делом в качестве кого? То есть я являюсь адвокатом и правозащитником. То есть начиная с весны 2014 года я, мои коллеги занимаемся, представляем в судах интересы крымских вкладчиков. То есть сначала эта деятельность касалась всех крымских вкладчиков украинских банков, которые прекратили работу в Крыму. Но в 2014-м, в начале 2015-м все вопросы по другим банкам, кроме Приватбанка, были закрыты. Поэтому сейчас мы, адвокаты, юристы и правозащитники, занимаемся именно уже вопросом профильного возвращения вкладов крымчанам. Возможно, это с юридической точки зрения, например, возбуждение дела, если там признаки уголовного преступления или некой махинации? Да, конечно, возможно. За эти три года нами возбуждалось неоднократно ряд уголовных дел, но они успешно закрывались. С формулировками о том, что следственные органы не видят в этих действиях, то есть не выплата, не возврата денег клиентам уголовное преступление. Они видят в этом наличие гражданско-правых отношений, и так же, как Нацбанк посылает всех своих крымских вкладчиков в суды, то же самое и органы полиции, ну, до недавнего времени милиции, открывали уголовные дела, осуществляли какие-то доследственные действия, после этого, не желая связываться с данной ситуацией, откровенно, открыто нам говорят, что вы понимаете, с кем вы собираетесь бороться, это Приватбанк, вы же прекрасно понимаете, вы ничего не добьетесь. То есть уголовные дела открывались, но через некоторое время они закрывались под предлогом того, что это гражданско-правые отношения, и, пожалуйста, к полиции это не имеет никакого отношения, хотя это совсем не так. После национализации Приватбанка поменялось отношение к вкладчикам и хотя бы вот в рамках судебных исков? Нет, к сожалению, ничего не изменилось. То есть судебные процессы, которые идут, ну, которые были начаты до национализации, которые продолжаются сейчас, позиция банка остается той же. Единственное, что изменилось, это письменная позиция банка, которые, отвечая на заявление и наше заявление, и на обращение вкладчиков крымских, говорят о том, что крымский вопрос сейчас поставлен Приватбанком перед руководством государства в лице Министерства финансов, да, ну и в целом Кабинета министров, и этот, поэтому все вопросы, связанные с вкладами крымчан, будут, ну, решены только после того, как будет получено то или иное решение правительства. В прошлый раз вы рассказывали, да, о судебных исках, которые были выиграны вкладчиками, но суд, как бы, получается, блокирует, да, взыскание этих судов. Да, да. И по-прежнему эта ситуация остается неизменной. Да, эта ситуация остается. То есть 16 февраля было отменено четвертое решение о запрете исполнительной службы взыскивать в принудительном порядке денежные средства с Приватбанка. Мы думали, что после все-таки уже национализации, после того, как банк станет государственным, пусть не сразу, но постепенно банк начнет выполнять свои обязательства, в частности, в ходе исполнительного производства. Но это не так. 27 февраля текущего года окружной суд Днепропетровской области по заявлению Приватбанка опять запретил исполнительной службе взыскивать с Приватбанка в принудительном порядке суммы депозитов по крымским вкладам, суммы депозитов по решениям, которые уже вступили в законную силу. То есть я правильно понимаю, что государство, и вот теперь государственный Приватбанк обращается к государству, чтобы с просьбой запретить государству в лице государственной исполнительной службы исполнять свои обязанности. Да, именно так. Вот это смешно звучит. Да, государство запретило само себе выполнять то, что оно обязано. Это касается только крымских вкладов или с другой оккупированной территорией, имею в виду Луганск-Донецк? Нет, это касается только крымской ситуации. А с Луганском-Донецком почему иная? Не знаете, как там разрешилось подобное? Ну, смотрите, Луганская и Донецкая области, во-первых, они как бы не полностью оккупированы, да. К тому же большинство банков успели на неподконтрольной украинской власти территории закрыться и вовремя вывести свои активы и все документы. То есть, ну, с этими территориями дела обстоят лучше, скажем так. То есть с Крымом ситуация иная. То есть складывается такое впечатление, что, ну, как бы, по сути нынешней украинской власти Крым вообще не нужен. То есть и те граждане Украины, которые остались в Крыму, то есть тоже не нужны. Не нужны больше даже те, которые переехали на материковую часть и не имеют... Они ведь не просят у государства милостыни. Они хотят получить свои деньги, да. Свои собственные деньги. Для того, чтобы обустроить свою жизнь и начать уже новую жизнь здесь, на материке. Но они не могут этого сделать. Государство не то, что защищает их права, оно способствует и в конкретных нескольких случаях, ну, вот ситуация с Приватбанком, да, с вот этими судебными запретами, оно, по сути, прямо препятствует украинским гражданам осуществлять нормальную жизнь. Спасибо, Дмитрий Дугинов, напомню... Дугинов. Дугинов. Вот адвокат, глава Совета по вопросам защиты прав потребителей и финансовых услуг в гостях программы «Киев-Донбасс» на Агроматическом радио. Сегодня для вас работает Ирина Ромалийская и Татьяна Курманова. Так, все же, Дмитрий, в прошлый раз мы, да, говорили о сумме задолженности. Вы говорили, что, скорее всего, она больше, да, чем 14 миллиардов. Нет-нет, я говорю, что она меньше. Меньше, да. Как раз таки. Так вот, сумма в 7 миллиардов, озвученная вот недавно в этом письме, к которому вы, собственно, ссылаетесь, на которое, она адекватна, ну, нормальна, на ваш взгляд? То есть она действительно таковой является, по-вашему? Смотрите, вот эта вот сумма, 8 миллиардов, 215 миллионов и дальше, 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 да, она была актуальна на тот период, то есть эта сумма взята из финансовой отчетности банка по состоянию на 30 мая 2014 года. Эта сумма включает в себя всех вкладчиков, то есть и тех, ну, на данный момент большинство, опять-таки, вкладчиков, которые открывали депозиты в Приватбанке в Крыму, они получили свои деньги от Российского фонда защиты вкладчиков. Поэтому сумма, которую Приватбанк должен вернуть своим крымским вкладчикам, которые не обращались и не получали компенсации от Российской Федерации, она существенно меньше. Но есть один важный момент, в связи с тем, что Приватбанк очень долго не выполняет свои обязательства, в ходе судебных разбирательств, которые, опять-таки, длятся годами, да, ИСЦ увеличивают свои исковые требования, ну, штрафные санкции за несвоевременное возвращение, да, поэтому суммы депозитов увеличиваются незначительно, а вот штрафные санкции начинают достигать колоссальных объемов, то есть по одному из дел около месяца назад в Жафневом суде города Днепропетровска мы выиграли иск, согласно которому сумма компенсации за несвоевременный возврат вклада составил 30 миллионов гривен. То есть, ну, я, конечно, думаю, что это только суд первой инстанции, что вторая инстанция, кассационная инстанция, они могут, конечно, и порезать, да, по сути, эту сумму, до более меньшей, да, но все равно полностью отменить они ее не смогут. Это норма, которой сейчас начинают пользоваться уже все вкладчики крымские, которые ведут еще свои дела в судах, то есть, ну, те, кто не дошел до исполнительной службы. То есть, грубо говоря, если Приватбанк сейчас вот в добровольном, ну, как бы, ну, в относительно добровольном порядке, да, они начнут выполнять свои обязательства перед своими крымскими клиентами, в итоге, по решению судов, которые вступят в законную силу, задолженность банка перед клиентами возрастет в десятки раз. И самое печальное, да, извините, самое печальное, что, скорее всего, вкладчики, в связи с тем, что государство блокирует выполнение этих решений, будут вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека. Вот об этом хотела спросить. Есть ли уже какие-то законченные на национальном уровне процессы пройденные инстанции? На национальном уровне процессов, законченных массу. А сейчас в исполнительной службе... Которые прошли и ассоциацию... Все три инстанции, да. И апелляцию, и касацию. Их массу сейчас в исполнительной службе Днепра находится более 600 исполнительных производств. То есть, это вот те, кто уже прошел все три инстанции, находятся на стадии принудительного взыскания. Сейчас мы начинаем нашу работу над подачей исков Европейский суд по правам человека в отношении государства Украины в связи с тем, что государство уже больше года не может выполнить, не может обеспечить выполнение решений судов. Ага, вот поэтому. Именно по неплохой работе исполнительной службы. Не только исполнительной, и судебной в том числе. Потому что суды запрещают исполнительной службе выполнять свои обязанности. И исполнительная служба, она действительно не может в противоречии решению суда идти взыскивать. Если они это сделают, это будет, по сути, уголовное преступление. Поэтому исполнительная служба вынуждена ждать отмены очередного решения, но все равно Приватбанк не дает им даже там трех дней передышки. Только отменяется одно решение, сразу появляется следующее. У меня складывается такое ощущение, будто намеренно ситуация затягивается. А для чего это может быть? Ведь штрафные санкции растут, как вы сказали. Это хуже для государства Украины по всем параметрам. Да, для государства это хуже. Просто, ну, действительно, приходится констатировать, что и руководство банка, да, и руководство государства, ну, ведь через некоторое время эти люди покинут данные посты. Ведь не будут они на них находиться вечно, да. То есть не будут они там даже занимать эти посты 10 лет, скажем так. То есть люди прекрасно понимают, что сейчас они могут делать что угодно, да, в открытую нарушать законодательство. Вкладчики будут вынуждены, пройдя все этапы национального судебного разбирательства, обращаться в Европейский суд по правам человека. После чего уже государство Украина должно будет возмещать деньги. Ну, что такое государство Украина будет возмещать деньги? Деньги будут возмещаться из государственного бюджета. А государственный бюджет формируется из налогов, которые собирают с каждого гражданина. Поэтому, по сути, по обязательствам Приватбанка в дальнейшем, если после того, как вкладчики выиграют свои иски в Европейском суде по правам человека, будут отвечать, как они же, потому что они являются гражданами Украины, налогоплательщиками. То есть деньги будут браться и из их кармана, и из кармана всех остальных граждан Украины. Это печально. Печально. А что делать в этой ситуации? У нас пару минут остается. Все же есть какой-то выход, на ваш взгляд, из этой ситуации патовая, по сути, да? Как мы уже сказали, когда государство само себе запрещает выполнять свои же собственные обязанности. Что делать гражданам, правозащитникам, вам, как адвокату? Что? Смотрите, ситуация, в которой сейчас, ну, как бы, да, вот, Министерство финансов по распоряжению премьер-министра изучает данный вопрос на предмет возможности докапитализации банка в данных суммах. То есть Министерство финансов, Нацбанк на наши запросы отвечают тем, что соответствующие государственные органы занимаются решением данной ситуации. Но, понимаете, к этому процессу не привлечены ни сами вкладчики, да, ни их представители, ни правозащитники. Правозащитники. В ближайшее время мы собираемся провести, ну, большой круглый стол с привлечением, если не знаю, как самих вкладчиков, так и их представителей, правозащитников, а также, главное, ну, представителей руководства Министерства финансов и Приватбанка. Я надеюсь, что руководство этих двух учреждений придет, потому что, ну, действительно, вопрос зашел слишком далеко. Решить его относительно мирным и обоюдовыгодным способом, несмотря на это, все равно возможно. Я надеюсь, что все-таки удастся наладить диалог с властью и между властью и гражданским обществом в интересах крымских вкладчиков, для того, чтобы не допустить и вот этого вот позора подачи на свое государство в европейские судебные инстанции, а потом, опять-таки, еще и, по сути, выбивание в дальнейшем не один год подряд денег из госбюджета под вступившие в силу решения ЕСПЧ. Ну, будем надеяться, что ситуация все же разрешится, и будем следить за этими событиями. Я напомню, что мы говорили в студии программы «Киев-Донбасс» с Дмитрием Дугиновым, адвокатом, главой Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.